приветствую друзья значит мне приходится постоянно оказывать срочную помощь срочная помощь вот например мне позвонила дама она уже в таком мудром возрасте она именно недавно после больницы после реанимации у неё к вид был она в таком состоянии когда все как бы ну все никак все плохо все плохо и на не как себя прийти не может я и говорю вы же у меня на канале подписан до подписано мне очень нравится как вы это делаете но сейчас мы так плохо я так поняла что без вас не справлюсь я говорю вы ключевое дыхание посмотрели вот ролик который называется как же он называется целебный ролик до целебный ролик до смотрела но я горит начала делать также начинается с того что ключевое дыхание 1 2 минуты а потом волна ну покажите как вы делаете и вот она начинает показывать значит она начинает показывать и в этот момент у него начинается такое вот состояние само спонтанно такое состояние шея как пошла 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 я говорю стоп 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 вы если чувствуете что выходите за рамки какие-то вам нельзя так шею мотать потому что у вас там могут быть проблемы всякие до этого а вы сейчас их можете усугубить поэтому будьте внимательны когда делаете ключевое дыхание когда вы ищите тепло в момент выдоха или вдоха вы настраиваетесь на комфорт потому что тепло связано с комфортным она там будет доминанту развивает доминанту расслабление и поэтому сразу появляется снятие стресса и выход на состояние когда организм выдает свои потребности а вашему организму видимо требуется вот это шею поправить а вы не подготовлены к этого и скажите себе стоп спокойно мягче и она так себе стоп и она стала мягче 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 и на взрыв и давай плакать и плакать я говорю ну вот теперь там прошло там 4 или 5 минут я говорю а где сейчас вы находитесь вот здесь вы же знаете шкалу стресса это 10 это совсем плохо ноль это совсем спокойно хорошо безмятежно она говорит было здесь а стала вот здесь я грун давайте дальше и она вот делает 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 плачет 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 и потом постепенно успокаивается я вижу щечки становятся спокойнее да 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 вот становится прямо на глазах я смотрю вот я так срочную помощь оказываю уже многим оказываю постоянно этим занимаюсь и у меня уже накапливаются вопросы я хочу об этом вам сказать вот например вот посмотрите еще раз повторю что вы знали буквально одну минуту думайте о чем думается и одновременно прислушивайтесь к фазе вдоха или выдоха где теплее и вот вопрос наргиз курбанова моя дорогая из баку она мне пишет а сама лишь на выдохе тепло через рот а на вдохе через нос холод надо делать автоматом почувствуете как там правильно дышать я проходил это лет 9 назад это суфийский метод лечения больного органа я и написал там наргиз дорогая ключевое дыхание внимание отличается тем что первое человек не вынужден сосредоточиться на каких-либо техниках дыхания а думает о чем думается переживает о чем переживается дышать так как обычно естественно дышит обычно здоровые дышать естественно через нос если нет каких-либо проблем через нос надо дышать а второе синхронное естественному дыханию внимание одну-две минуты периодически фиксируется именно на тепловых комфортных ощущениях где первая минута вот этого ключевого дыхания обычно уходит на сканирование где теплее при выдохе или вдохе именно периодичность позволяет сделать процедуру легкой так как нет нет необходимости постоянно следить за дыханием оставляя поток сознания свободным а фиксация именно на тепловых ощущениях или их поиски развивать доменанту комфортности то есть расслабленности поэтому в результате 1-2 минут люди даже с очень высоким исходным стрессом или тревожностью испытывают приятное успокоение а кто был истощен сонливость а у кого накипело слезы и другие какие-то возникает потребность каких-то действий но кто-то там начинает вот так делать кто-то стонет кто-то дергается кто-то пальцами так делает идет разгрузка как организму требуется сняли напряжение организм выдает что нужно делать и в этот момент рекомендуется реализовывать эти потребности организма его здесь мне пишет олег польщиков прекрасное объяснение типичных заблуждений что мол тот или иной порядок действий влияет на здоровье помогает не правило или шаблоны так как люди все разные а умение услышать понять и воспользоваться тем что подсказывает собственный организм в данном исходном состоянии в данных условиях правильно конечно правильно что организм подсказывает а чтобы понять что он подсказывает мы и делаем ключевое дыхание первая минута уходит на сканирование то есть когда вам приятнее при вдохе или при выдохе а вторая минута уходит именно на том что на чем вы определились и в это время думаете о чем думается переживаете о чем переживается время от времени просто прислушивайтесь к этому теплу охота за тепло она развивает доминанту комфортности и расслабленности и вот тут мне пишут это уже мне в инстаграме моем написали знаете как беспредел который сейчас происходит в стране не дает возможности расслабиться и быть спокойной за детей страшно и за россию и мой ответ там чтобы понять как помочь себе и детям нужно не расслабляться а думать а чтобы думать нужно снять стресс поэтому друзья ключевое дыхание и так буквально одну минуту думаете о чем думается одновременно прислушиваясь к фазе вдоха или выдоха где теплее да и вот там еще один молодой человек он наверно новичок он написал что а у меня непонятно я вроде бы читаю или слушаю все понятно а непонятно где у меня тепло или где вы не тепло и да и сергей степанов наш участник школы написал ему такое ответ это неважно правильно сережка правильно сергей во коллега да правильно самое главное искать теплее где в момент вдыха выдыха или вдоха сам процесс неважно нашли вы или нет потому что вы пока это делаете одну вот две минуты думая о чем думается запомните пожалуйста не стараясь расслабиться это ошибка а думая о чем думается и переживая чем переживается когда вы это делаете вектор поиска теплового ощущения комфорта охоты за теплом это по существу охота за свободой внутренней комфорт это свободу это вам хорошо там вы не напрягаетесь ну мы завтра еще поговорим об этом я пригласил энергии с гурбанова чтобы она со мной завтра в скайпе поговорила рассказала про эту методику о которой она 9 лет назад делала и она там потому что дописала мне что когда сочетаешь холодное вдох и выдох теплый или наоборот там она написала на завтра скажет я надеюсь выйдет и она говорит это говорит закрепляет очень хорошо но я и написал о каком больном органе речь идет она говорит обо всех органах идет кроме мозга и сердца чтобы там не фиксировались во избежание каких-то неприятностей но вот это я и хочу сказать когда речь идет обо всех органах то как раз таки речь идет не о больном органе о том что вы снимаете лишний стресс выходите на состояние организма его потребности вы их исполняете при этом приходите в баланс и уже лучше понимаете что и как надо делать да и как детям помочь и себе помочь и вообще и как зарабатывать а вот насчет зарабатывать я написал такую вещь я думаю кто-то может не согласиться но я считаю что я написал правильно чтобы зарабатывать любовь а с этим связано все остальное надо делать максимально полезное дело а для этого нужно максимально сосредотачиваться а глубоко сосредотачиваться ты можешь только в области своих талантов потому что там ты более свободен так как в области с вопроса твоих способностей тебе помогает вселенная то есть твоя генетика а все что ты не любишь делать как бы ты ни старался ты никакой любви можешь не получите ни за какие деньги как бы ты ни старался хорошо не сделаешь поэтому развиваться надо в области своих способностей там где тебе природа положила как говорится стать на путь промысла божьего это твои способности это тот аванс который тебе дала природа давай его отрабатывать занимайся любимым делом занимаясь любимым делом ты получишь пользу получать для себя для здоровья снимать стресс еще и что-то производить и будешь неповторим а будешь неповторим и станешь необходим вот так зарабатывается любовь до встречи